Приветствую вас! И то, что вы описываете, является следствием нескольких факторов. Первый фактор заключается в том, что у вас с ним все хорошо. Серьезно. И вы не описали ни одной проблемы, которая у вас смогла бы быть. Он для вас идеальный, и вы для него, наверное, тоже. У него нет никаких ярко выраженных недостатков, за которые вы могли бы как-то испытывать к нему негатив. У вас нету отдельной статьи эмоциональных ресурсов, затрачиваемых на то, чтобы преодолевать трудности, чтобы бороться с негативом. У вас все хорошо, гармонично, безоблачно и так далее. Но, человеческое сознание таково, что ему всегда нужен баланс негатива и позитива. И если негатива где-то нет, то сознание самостоятельно его сгенерирует. Просто, чтобы активизировать необходимые усилия для преодоления негатива, тем самым подкрепив свою жизнеспособность. Считайте, что таким образом проявляется ваш инстинкт к самосохранению. Потому что инстинкт к самосохранению означает борьбу за жизнь. Борьба за жизнь означает какие-то усилия. Тогда как при отсутствии какой-либо опасности усилия не требуется, соответственно, человек, условно говоря, движется к смерти. И для того, чтобы быть приспособленным к возможным трудностям, а они, как известно, могут быть всегда и поджидать нас там, где мы их совсем не ждем, вот вам инстинкт и подсовывает определенные искусственные негативные ситуации, для того, чтобы вы их преодолевали и становились сильнее. Относиться к этому нужно спокойно, понимая вот подобную реакцию. Следующее, что я хочу вам сказать, заключается в том, что вы боитесь своего мужчину потерять. Хорошо. Получается так, что у вас есть некоторое время на то, чтобы думать об этом. И вы знаете, вот действительно, оставаясь наедине с собой и при этом ничем себя не занимая, волей-неволей начинаешь думать о чем-то плохом. Кажется, вдруг вот это не получится, вдруг это не получится, вдруг еще что-то случится и так далее. И, как вы, наверное, уже догадались, происходит это потому, что есть именно, как раз-таки, свободная энергия. Опять-таки, свободная, нереализованная энергия. Я предлагаю вам работать здесь в двух направлениях. Первое направление – это осознание того, что есть страх, что есть жизнь. А второе направление – это свою свободную энергию перенаправлять на молодого человека. В конструктивном ключе. То есть, каждый раз, когда вы чувствуете подобные мысли, тут же найдите способ с ним связаться, например, с молодым человеком, или написать ему, а то он будет очень хорошая, нежная, как вы его любите, как вы им дорожите и так далее и тому подобное. После трех-четырех раз у вас выработается привычка, согласно которой, каждая подобная мысль будет тлакать вас именно на выражение позитива. И таким образом, таким образом, негативно сформируется у вас позитив. Есть и другая структура, другая схема, которая могла бы помочь вам преодолеть данную ситуацию. А именно, вначале, при любом выращении определенной эмоции, идет негатив. Так всегда. И лишь потом, когда негатив полностью вылезет, когда негатив полностью реализован, появляется позитив. Потому что негатив – это то, что лежит на поверхности, это то, что мы чувствуем, а позитив – это то, что лежит очень глубже и является следствием нашей интеллектуальной обработки. Соответственно, вам, сфорческому человеку, необходимо этот свой негативный образ, по-серому молодому человеку, выразить. И выразить так, как вам лучше всего это дастся. Например, если вы художник, то, соответственно, можно, наверное, нарисовать картину. Картина, которая бы стала символом выражения ваших негативных эмоций. Выразите их, нарисуйте картину, и эмоции будут выражены. А после, вы как бы перенесете свои мысли на холст, на бумагу, и они уже будут там. Там, а не с вами. Потому что пока что эти мысли являются только вашими. И они циркулируют только внутри вас, не находя никакого выхода. Либо поделитесь с молодым человеком тем, что чувствуете. Тоже, уверен, будет полезно. То есть, вам необходимо свои вот эти вот негативные мысли, переживания выразить. И выразить максимально полно. Возможно, даже не один раз. замечу, что по такому принципу работают группы открытого общения. Там люди приходят и начинают это рассказывать, говорят, при этом они в основном о других. Не о себе. И говорят, говорят в основном что-то негативное. А потом, постепенно, когда вот этот негативный слой срезается, появляется, собственно говоря, позитив. То есть, тот самый стимул к жизни. Тот самый стимул к конструктиву. И мы постепенно переходим к следующей части, к части философской, к тему жизни и, собственно говоря, смерти. Я думаю, что уместно рассказать вам об этом, потому что очевидно, что такую фундаментальную глобальную вещь вы воспринимаете немножечко неправильно. Так вот, страх потерять близких есть всегда. Вообще говоря, не бояться, только люди глупые. Боятся все. И рабрые, и, соответственно, понятно, трусливые, люди сильные, люди слабые, там, богатые, бедные. Боятся все. Но каждый человек борется с этим страхом по-своему. Дело в том, что мы всегда можем потерять жизнь сами и потерять близких. Ну, просто потому, что теоретически, вот чисто теоретически, в любой момент может, например, случиться обвал дома, в любой момент может произойти еще что-то нехорошее. и если об этом думать, если на это постоянно обращать внимание, то можно, мягко говоря, сойти с ума. Чтобы этого не произошло, необходимо вот эту энергию, которая есть, энергия, которая стимулируется вот этим страхом, эту энергию направлять в нужное русло. Но при этом необходимо понять, что этот страх объективен. То есть никто не застрахован от таких нежадных случаев. Всегда может что-то случиться. Соответственно, что мы можем сделать в этой ситуации? Мы можем в этой ситуации максимально предусмотреть все возможные варианты негативных последствий для нас и как можно больше быть близкими людьми, дарить им как можно больше любви, ласки, как можно меньше ругаться с ними и так далее. Это то, что мы можем сделать. И это то, на что вам необходимо направлять свою энергию. Мы с удовольствием вытратить ее на негатив, старайтесь использовать ее на позитив. Далее, следует сказать следующее, что потерять любимого человека человека и собственно говоря, стать зерклей несчастного случая самостоятельно. Мы можем очень много раз, но произойдет это скорее всего только один раз. То есть только представьте себе один раз на всю жизнь. А сколько вы будете бояться? Сколько вы будете переживать? Гораздо больше. Вы, например, говорите, что каждый день с вами происходят такие мущества. То есть каждый день вы переживаете по сути уже смерть. Смерть близкого человека, хотя он в действительности жив. И если даже что-то произойдет, это случится один раз. А мы уже, хотя этого еще не случилось, вы уже это переживаете. Тем самым вы вредите себе и вы вредите любимому человеку конечно тоже. Вот не нужно этого делать. Просто подумайте над тем, что я сказал. Дело в том, что любой страх это отсутствие рационалистического подхода, понимания окружающего мира. Страх это всегда магические представления, а вдруг что-то случится. Знаете, как вот туземцы, да, например, магическими представлениями объясняли катаклизмы, которые с ними происходили. вот страх это тот самый переситок древних времен, когда человек не мог совладать с стихией, с различными опасностями, со зверями, и так далее, в природе. И вот это чувство беспомощности, когда мы ничего не будем делать, оно сохранилось у нас даже по проходению такого большого количества времени. Сейчас у нас есть средства для того, чтобы с этим страхом бороться. И главное средство это интеллект. Главное средство это перевод всех магических представлений в представление рациональное, представление реальное и осмысление того, о чем мы, собственно говоря, боимся и как нам этим бороться. В заключении хочется сказать, что на самом деле вы пишете, что боитесь потерять человека. вот вы вот вы пишете, я просто однажды представила, что потеряла его. Не знаю зачем, как-то случайно. А понимаете, в чем дело? Вы боитесь потерять молодого человека потому, что он вам нужен. Вот вы в нем наставитесь. Я думаю, что вы не будете спорить с тем, что это немножечко негативное эгоистичное позиция. Вы боитесь его потерять. Как бы в своем контексте. А не в контексте того, что человек не будет. Да, может быть вы написали именно так, но в действительности имели вид другое. Согласен. Но раз мы написали так, значит это волнует вас именно в этой форме. Поэтому не грабитесь, пожалуйста, это отрицать. А для начала попробуйте подумать. Попробуйте осознать, осмыслить, что вы боитесь потерять человека, потому что он нужен вам. Вы боитесь потерять что-то, в чем вынуждаетесь. Соответственно, нужно себя спросить, почему вы так сильно нуждаетесь в этом человеке. Что он вам дает такого, что вы не можете получить без него излишняя зависимость от человека, в данном случае зависимость, я бы сказал, эмоциональная зависимость, еще какая-то, для отношений скорее вредна. Если вы будете независимы от него в эмоциональном плане, в личном плане, в материальном плане, то это сделает ваши отношения еще более истинными, еще более чистыми, еще более крепкими. Для того, чтобы эту зависимость преодолеть, нужно осознать ваши потребности. Без этого, без осознания потребности, не получится стать от него более независимой, и тем самым от счастья преодолеть свой страх. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. с с м Продолжение следует...